Игромания представляет Откуда разработчики черпали вдохновение, понимаешь, с первой же перестрелки. Пошаговый тактический бой с укрытиями, два очка действия на каждого героя, особые умения, без которых отряд сразу теряет половину силы, со стороны пиратская копия Икс Ком. Но Мьютант отличает несколько важных моментов. Во-первых, сеттинг. Вместо атаки пришельцев нам предлагают зеленый постапокалипсис. Последний оплот человечества, ковчег, охраняют сталкеры. Мутанты чаще всего похожие на гибриды людей и животных. Они сражаются с пораженными гнилью упырями, выполняют задания старшего, исследуют зону, ищут артефакты и вообще живут насыщенной мутантской жизнью. Во-вторых, здесь на главных ролях не безликое пушечное мясо. Сталкеры – это уникальные герои со своей внешностью, голосами, характерами и навыками. Именно навыки определяют роли персонажей в драке. Кабан Бормин провоцирует врагов и поглощает полученный урон. Селезень Дакс отращивает крылья бабочки, летает и сыплет критами с высоты. Похожий на киборга Псионик Магнус швыряется молниями и захватывает разум врагов. Мутации можно прокачивать, а в бой можно брать только по три штуки на бойца. Возиться с умениями интересно до самых титров. Третья и главная фишка Мьютант, которая отличает ее от прочих клонов XCOM – стелс. Если игнорировать скрытность и ломиться на пролом, враги быстро пообломают сталкером бивни. Зато если немного напрячь мозг, тихо снять парочку часовых и занять выгодные позиции перед важной битвой, то воевать будет куда проще. Разработчики из студии The Bearded Ladies Consulting переняли у Firaxis не только боевую систему, но и манеру выпускать масштабное дополнение. Seed of Evil, конечно, не Enemy Within и не меняет геймплей кардинально, но предлагает игроку и впрямь немало. В аддон попали новые локации, враги, мутации, дурацкие шапки, герой с новыми фокусами и еще одна глава истории, которая внезапно оборвалась в конце оригинальной игры. В финале Road to Eden старший ушел в зону, и без него в ковчеге началось черте что. Пока сталкеры бегали по округе в поисках легендарного Эдема, город опутали жуткие красные лианы. Люди ведут себя как зомби, за главного теперь бармен Прип. А как верно отмечает рассудительный Бормен, если ты ставишь бармена у руля, то что-то пошло не так. Поэтому вместо отдыха сталкеры вновь расчехляют стволы. Старое сохранение иметь желательно, но не обязательно. Нам рекомендуют сперва пройти оригинал, но можно взять отряд, который любезно экипировали и прокачали разработчики, и сразу приступить к дополнению. Самое заметное нововведение – свежий герой. Теперь в компанию утенка, поросенка и лисички входит еще и грустный лось по имени Большой Хан. Он молотит копытом по земле, сбивая ударной волной врагов и разрушая препятствия. Но главная его фишка в том, что он буквально жжет напалмом. Мутация «Огненная тошнота» позволяет поливать упырей огнем прямо из пасти. Выглядит шикарно, жарит очень больно и по весьма приличной площади. При умелом руководстве с Ахатой без труда склонит чашу весов в пользу сталкеров. Жаль, что мест в отряде по-прежнему всего три, так что конкуренция между членами команды обострилась еще сильнее. Новые фокусы появились не только у Большого Хана. Seed of Evil также слегка изменила старые умения. Например, раньше способность Дакса Хамелеон давала невидимость только до атаки. Теперь после прокачки она поможет сохранить статус инкогнито даже после убийства. Битвы по-прежнему способны пощекотать нервы. Новые враги – те же упыри, пускай и с растительным уклоном. Злодеи сами не стесняются использовать мутации. Скачут через полкарты, как лягушки, и распускают корни. Но за вычетом таких кульбитов новые противники – лишь малость перекрашенные версии старых. Единственные враги, у которых нет аналогов в оригинале – бутоны, порождающие все тех же упырей. Эти чучела с гнилыми мозгами не блещут ни оригинальностью, ни умом, но в силе им не откажешь. Уже на средней сложности без пряток не обойтись. Для сражений приготовлены новые локации. Правда, при всем зимнем колорите, которого так не хватало игре из холодной Швеции, они неотличимы от старых. В основном сельская местность, какие-то амбары да халупы в один-два этажа. Подземное убежище или заснеженный город – приятные, но редкие исключения. Всем этим битвам за коровники явно не хватает эпичности. Тоже можно сказать и про уровни, уже зачищенные в основной игре. Вернуться туда придется. Ради новых артефактов, шляп, опыта и просто отстрела обнаглевших гулей. Если сразу полезть к черту на рога за главным злодеем, то можно и копыта отбросить. Зато немного фарма и небольшое расширение арсенала могут неслабо помочь. Скажем, бесшумный автомат серьезно упрощает стелс. Эми-пистолет гарантированно вырубает роботов. А фуражка «Голубая устрица» не только стильно выглядит, но и дает бонусы к точности и перемещению. В остальном игра осталась той же, а значит и претензии к ней те же. Играть с геймпадом по-прежнему удобнее, чем с мышью и клавиатурой. Герои все так же умеют залезать на лестницы, но не умеют спускаться. Вместо этого они просто прыгают со второго этажа и громко ухают при приземлении. Враги иногда ведут себя как полные идиоты. Залипают на месте или просто бегают туда-сюда, потеряв волю к победе. Отдельные имена и кое-какие фразы остались без перевода. Но это наверняка вылечит первый же патч, как и другие глюки вроде редкого нежелания игры запускаться. Главная беда Мьютант вообще и Сид оф Ивл в частности – нехватка необычных миссий и ситуаций. По идее, кульминацией должна быть финальная битва, но и главный босс пытается просто закидать мясом, а потому не слишком впечатляет. Хорошо, что хоть сложная геометрия уровня и крайне неудобный состав противников бросают вызов на любой сложности. Схватка скорее разочаровывает, нежели радует. Она все равно гораздо лучше той, что была в оригинальной игре. Любого, кто готов смириться с мелкими недостатками, Сид оф Ивл не разочарует. Это до сих пор остроумная тактика в необычном мире, куда приятно вернуться еще часов на 10. Концовка опять выдержана в духе «Скоро грянет буря» и не дает всех ответов, толсто намекая на продолжение. Что там насчет сиквела? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова